Расскажу я вам немножко о науке, которой, в общем-то, это самая древняя, считается, наука. Как наука, она уже сформировалась несколько столетий назад, как детище математики и здорового любопытства людей, которые хотели разобраться, по каким математическим законам происходит видимое движение звезд и планет по небу. Поэтому тут уже математика в исходе этой науки, в самом исходе этой науки содержалась. Хотя с 20-го века Центр Тяжести переполз на физику, поэтому, скажем, астрономов в университете раньше готовили в МАДе, сейчас готовят на физическом факультете. Но я не буду писать вам сложную математическую форму, я просто расскажу вам о самых главных объектах астрономии. Это, конечно, прежде всего, звезды. Вот астрономический институт, он недалеко от главного здания МАДе находится. И, конечно же, мы занимаемся не только звездами, но, тем не менее, это самое главное определенное тело. Их очень много нужно наблюдать. Сейчас телескоп или на хороших фотографиях кажется, что вообще все небо усыпано одними и только звездами. И, кажется, даже странно представить себе, что в каждом из них такой же ослепительный источник света, как в нашем Солнце. Дело, естественно, все в расстоянии. Мы долгое время вообще не могли понять, что такое звезда, поскольку в большом расстоянии информация могла быть очень ограничена о том, что она собой представляет. Ну, давайте возьмем такой пример. Самые близкие планеты, это Марс и Венера, подходят ближе всего к Земле на расстоянии по 5, по 10, по 10 сантиметров. Это много, это большое расстояние, но, тем не менее, ближе уже ни Венера, ни Марса к нам не подходят. Как сравнить это со расстоянием самых близких верст? Самые близкие звезды, вот несколько звезд, находятся на расстоянии в 12 сантиметров, это вот планеты, это ближайшая Солнцева звезда. Вот давайте посмотрим, вот для пропорции, если мы поставим такую карту, скажем, на одном конце Земли, а на другом конце стола вот эта планета, которая ближе всего подходит на такое расстояние. Ну, сколько здесь метров? Раз, два, три, четыре, пять, шесть метров. Вот если мы 5 на 10 седьмой километр обозначим как 6 метров в таком масштабе, то 10 в 13 километрах будет х метров, где х мы довольно быстро найдем. Значит, х равняется 6 умножить на 10 в 13, разделить на 5 на 10 в 7 будет 6 в 5 на 10 в 6 метр. Один километр – это тысяча метров. Значит, ну, это несколько лениц увеличено в тысяч километров, это масштабы будет приближающего к этому. Вот. Можете проверить. 10 в 13 километрах – это как раз мы упьемся в звезду Альфа Центавра. Ну, может, на самом деле, она немножко подальше, но во всяком случае это довольно близкая цифра. 8, 5, да, 5 на 10 в 7. Ну, вот вроде мы все правильно делаем. 10 в 13, 5 на 10 в 7, здесь будет 6 в 5 и от 13 в 7 в 6. Все правильно. Значит, у нас получится много тысяч километров. Вот в таком масштабе приближающие звезды. Поэтому исследовать их оказалось довольно сложно, но мы можем использовать наши возможности для изучения самой близкой к нам звезды – это наше Солнце. Поэтому я немножко расскажу о нашем Солнце, прежде всего. Во-первых, наше Солнце дает нам жизнь, но другие звезды дают нам жизнь тоже. Потому что если бы не было других звезд, то не было бы в природе и тех элементов, из которых состоит Земля, все то, что мы на ней видим, а также не было бы и нас с вами. Потому что почти все химические элементы тяжелее гелия в природе появились благодаря массивным звездам. Когда-то они образовались внутри массивных звезд и вместе с другими элементами, вместе с водородом были выброшены в межзвездное пространство и пошли уже на строительство других звезд и планет, в том числе и Земли. Поэтому на самом деле мы очень тесно связаны с одним фактом своего существования, с тем, что в природе есть массивные звезды, которые вырабатывают тяжелые элементы. Больше им взяться неоткуда. И мы наблюдаем в многих случаях, как буквально в наших глазах массивные звезды выбрасывают в окружающее пространство все новые и новые порции тяжелых элементов. Поэтому со временем их в природе становилось все больше и больше. Ну вот, Солнце, оно к нам отдачно близко. Солнце привлекало большое внимание людей. Ага, вот, хорошо, отлично. В измерении диаметр Солнца удалось давно уже, когда впервые смогли оценить расстояние до него. Я немножко расскажу о нашем светиле. По современным данным до центра Солнца от нас 149 млн 597 871 км. Это между центрами Земли и Солнца. Достаточно хорошо, с большой точностью известное расстояние. И самые важные сведения о Солнце, они укладываются в три строчки. Диаметр в 109 раз больше, чем Земля. Масса в 333 тысячи раз больше, чем масса нашей планеты. А средняя плотность не намного превышает плотность воды. Всего лишь 1,4 грамм на кубический сантиметр. Вы знаете, что для воды это 1 грамм на кубический сантиметр. То есть, Солнце, в общем-то, достаточно легкое по удельному вешу, но оно-то очень и очень массивное. Ну вот, какое состояние вещества Солнца? Это горячая плазма с температурой от 6000 градусов вблизи видимой поверхности до 14 млн градусов в центре звездного солнечного шара. Очень высокая температура. Вот в температуре и кроется разгадка, почему Солнце так ярко светит. Собственно говоря, это касается и других звезд. Причины яркого света Солнца. Только высокая температура. Никакой другой нет. Если бы мы любое вещество использовали бы для того, чтобы создать шар размером с Солнцем, и нагрели бы его до солнечной температуры, он точно так же ярко светил бы на небе, как светит наше Солнце. Поэтому это единственная причина, по которой от Солнца приходит так много света. Но свет – это энергия. Свет непрерывным потоком идет не только на Землю, но и во все стороны. И это приводит к тому, что масса Солнца потихонечку уменьшается за счет той энергии, которая выносит свет. И, влучая свет, Солнце охудеет каждую секунду на 4 млн тонн. И это продолжается изо дня в день, из года в год, из тысячелетия в тысячелетие. Вот такой темп потерь массы Солнца. Ну, наверное, может показаться, что это вообще Солнце здесь ждет печальный конец. Но оно просто все может, как говорится, и зайти, и станет очень маленьким. Но на самом деле это не так. Солнце настолько массивно, что вот эти вот потери солнечной энергии, солнечной массы, они незначительны. Это все равно, что черпать стаканом из какого-нибудь моря в воду. Не хватит и миллиарда лет, чтобы существенно изменить его уровень. Поэтому, хотя Солнце, конечно, потихонечку становится легче, но не настолько, чтобы это когда-нибудь было, а можно было бы заметить. Ну, Солнце изучается разными способами. Изучается оно специализированными телескопами оптическими, вот как, например, вот этот солнечный телескоп, это обсерватория Китпик в Соединенных Штатах Америки. Вот, а вот дальше, вот это вот российский радиотелескоп для отслеживания процессов, происходящих во Солнце. Он расположен в очень красивом месте, в Саянах, не очень далеко от Иркутска. Вот. Ну, вообще говоря, центры изучения Солнца есть во всех разных странах, потому что действительно от того, что происходит на Солнце, во многом зависит и то, что происходит на Земле. Здесь основная информация с физической точки зрения, она приходит к нам и расшифровывается в виде цветной полоски, в виде солнечного спектра. Вот этот вот солнечный спектр, как и спектр звезд, это светящаяся полоска, испещрённая тёмными линиями. Все эти линии, каждая линия принадлежит определённому элементу, причём их гораздо больше, чем химических элементов. Многие линии, многие элементы имеют сотни линий, тысячи линий. Вот. Расшифровка вот этого спектра, это как раз классическая задача науки, которая называется астрофизика. И вот именно благодаря расшифровке этого спектра, в том числе и Солнца, где-то лет 80 тому назад, только лет 80 тому назад, пришли к определённому выводу о том, что на долю водорода и гелия самых лёгких газов приходится 98% всего солнечного вещества. На Земле эти газы очень редко, в очень небольших количествах, а вот в звёзд основное составляющее звёздного вещества – водород и гелий. Это очень важно, потому что эти два лёгких газа обладают способностью при высокой температуре выделять энергию, из-за которой, собственно говоря, звёзды и не гаснут. Они светят и долгие годы будут ещё светить, как и Солнце. Если бы этих элементов не было, тогда бы ярких звёзд вообще в природе не существовало. Ну вот, здесь я хотел бы подчеркнуть два важных обстоятельства, которые позволят нам лучше понять, что же происходит на Солнце. Во-первых, всё то, что мы видим на Солнце, происходит в его атмосфере. Так же, как и Земля, Солнце имеет атмосферу, и тут только она очень разрежена. Она более разрежена, чем земная атмосфера, в которой мы дышим. И даже в нижних слоях атмосферы в тысячу раз солнечное вещество более разреженное, чем воздух на Земле. Это первое. И второе, это то, что в лучах невидимых глаз, в ультрафиолетовых лучах, в энергеновских лучах, у нас видны разные слои атмосферы Солнца. И поэтому, используя методы изучения Солнца в разных лучах, можно понять, как устроено Солнце, как устроена его атмосфера. Ну вот сейчас, например, работает в околоземном пространстве космическая обсерватория, созданная в Соединённых Штатах Америки, называется СДО, Solar Dynamic Observatory, сокращенно. Вот такой вот вид вы имеете. И вот сейчас, круглые сутки, фактически, непрерывно, эта обсерватория отслеживает все события, все процессы, которые происходят на Солнце. Ну, прежде всего, получает изображение Солнца в различных диапазонах спектра, в различных спектральных линиях. Вот я вам покажу, например, довольно свежие результаты. Я вот специально посмотрел, сегодня посмотрел, зашел на сайт обсерватории. Вот это Солнце, как оно выглядит сейчас, 12 марта. Что мы здесь видим? Мы здесь видим, в общем-то, довольно чистенькую поверхность, почти нет пятен, хотя, если приглядеться, можно заметить, нет только пятен. Вот видите, слева пятна, вот грунта пятен, вот два пятна, вот пятно. Вот уверчение вблизи края солнечного диска, называется фати. Вот такое Солнце сегодня в видимом свете, то есть в тех лучах, в которых мы бы увидели, если вы посмотрели на Солнце в телескопе. Вот, а в рентгеновском диапазоне сегодня Солнце вот такое. Это то же самое Солнце, в тот же самый момент времени. Здесь вы видите, что на месте едва заметных пятен, здесь очень большие поверчения, но сам диск почти темный, солнечный диск, получается темный, потому что он мало излучает рентгеновских лучей. Солнце для этого недостаточно горячее. А вот атмосфера Солнца, она горячая, и она излучает рентгенов. Особенно горячая атмосфера над солнечными пятнами, и вот это очень хорошо здесь видно. Поэтому, если мы хотим понять, что происходит в солнечной атмосфере, нам нужно наблюдать не только в обычных оптических лучах, но и в невидимых глазу лучах, но прежде всего в лучах рентгеновских. Ну вот, вот что представляет собой солнечное вещество. Вот это вот в крупном плане, здесь я просто маленький кусочек солнечной поверхности. Солнечное вещество – это замагниченная плазма, в которой текут очень большие электрические токи. Это очень важно. Поэтому я немножечко подойду поближе к физике. Есть магнитные явления, есть электрические явления, и они между собой тесно связаны. Поэтому вот современная теория электричества началась очень давно, еще в XVIII веке. Один из основателей представлений современных об электричестве был Бенджамин Франклин. Это он ввел понятие положительный и отрицательный электрический заряд. Он и общественный деятель, и крупный физик был. Он, например, разобрел гормотвод. Открыл и исследовал течение Гольфстрима. Ну, вам его физиономия должна быть, в общем-то, хорошо знакома, потому что она, американцы принестили его портрет на 100 долларов к купюре. Ну, в общем, это значит, что это крупный физик, и не только общественный деятель, но и крупный физик. Дальше уже связь между магнитными и электрическими явлениями была открыта уже в Англии. И основоположник вот этого учения о связи электричества и магнитного поля это Майкл Фарадей. Закон Фарадея проходит в школах. Этот он был очень любопытный. Он даже школу, по-моему, не кончал. Только работал в типографском мастерской, переплетал книги. И ему очень любил учебники по физике, которые он сдал на зубок. И вот когда приехал очень знаменитый физик к ним в город Генфри Деви, он прослушал все его платные лекции, потом конспект аккуратненько снабдился своими рисунками, переплел и подарил Деви его лекции в таком виде конспекта. Я напомню, что интернета и проекционных фонарей в то время еще не существовало. Генфри Деви был в восторге. Говорит, хочешь быть моим помощником? Ну, он стал сначала секретарем, а потом начал помогать, опыта проводить. Потом стал сам учеником и получен. И когда уже как раз его учители Деви на старости спрашивали, какое самое крупное свое открытие вы в жизни сделали, он сказал, мое самое крупное открытие, то, что я открыл, Майкла Фарадея. Вот он как раз и сформулировал первый тот закон, который называется закон Фарадея, то, что любой электрический ток создает вокруг себя магнитное поле. Изменение магнитного поля, в свою очередь, рождает ток. И вот в атмосфере Солнца существуют очень большие вот эти вот токи наведенные, они называются индукционные токи, связанные с ними магнитные поля. Вот это как раз те процессы, переход электрической энергии в энергии магнитного поля и наоборот, играют очень большую роль на Солнце. Они мало влияют на общее количество энергии, но они влияют на то, как Солнце обменивается энергией с окружающим пространством, в том числе, как Солнечное вещество может достигать даже Земли и более далеких планет. Потому что Солнце это многополюсный магнит. Это не то, что у одного магнита, вот северный полюс, южный полюс, как вы, все ведь магниты знаете, дома у каждого есть магнитик. На Солнечном магниту не просто много полюсов, они все время, все время вот эта вот конфигурация линий магнитных индукций, все время меняется. Одни полюса припадают, они тонут вглубь, другие поднимаются из глубины. Солнце как бы вот живет вот в своей магнитной жизни. И вот как, например, выглядит такая магнитограмма Солнца, где белые и черные области, это области, где магнитные силовые линии выходят вверх изнутри Солнца и уходят вглубь. То есть они как бы такие петли образуются. С одной стороны выходят на поверхность, а с другой стороны обратно опускаются вглубь Солнца. Вот как выглядит Солнечное вещество под большим увеличением, то есть в телескоп. Оно очень неровное. Вот эти вот отдельные бугорочки, они называются гранулами, они живут всего лишь там 10-15 минут, потом меняются. Ну вот как выглядит, например, уже динамика Солнечного пятна. Это наиболее такие бросающиеся в глаза детали на Солнце. Это пятно. Раньше думали, что пятно это просто остывающиеся островки Солнца. Но потом оказалось, нет ничего подобного. Температура вещества внутри пятна все равно достигает 4000 градусов. Это не так уж не намного меньше, чем окружающее вещество Солнца. Но просто из-за того, что чуть температура ниже, Солнечное пятно кажется темнее по контрасту. Так вот, Солнечные пятна это просто те области на Солнце, из которых выходят линии магнитного поля. То есть там магнитное поле в тысячи раз сильнее, чем в рядом расположенных местах. Вот из-за этого магнитного поля Солнечные пятна в общем-то и образуются. Вот как выглядит в ускоренном съемке то, что происходит на вот на лимбе Солнца, на краю диска. Это же хорошо заметно. Это солнечное вещество. Оно как непрерывно фонтанами бьет с поверхности Солнца и тут же падает назад за исключением очень больших выбросов, которые называются пропаганцами. Они как деревья растут. Это фотография. Что они собой представляют? Это тоже вещество солнечной атмосферы. Температура около 10 тысяч градусов. Они поднимаются фонтанами на многие тысячи километров вверх. Ну, иногда и на десятки тысяч километров, и на сотни тысяч могут подниматься. А в некоторых случаях даже выбрасывает в свое вещество прямо в межпланетное пространство. Вот, например, один из самых больших протуберанцев, который был. Вот масса выброса 10 в десятой степени тонн. Вот по сравнению с этим протуберанцем можете посмотреть, как выглядит Земля. стрелочкой показывает этот кружочек. Это относительный размер Земли. Вот такие масштабы явлений на поверхности. Во время полного солнечного затмения, когда Луна закрывает диск Солнца, люди имеют великая возможность видеть в своими глазами солнечную корону. Это самые внешние части солнечной атмосферы. солнечная корона очень горячая, она гораздо горячее, чем Солнце, чем поверхность Солнца. Поверхность Солнца имеет температуру около 6000 градусов, а солнечная корона около 1 милион. Она нагревается токами, примерно так же, как нагревается еда в микроволновой печи. А вот эти вот колебания, быстрые колебания, они рождаются в Солнце. Поэтому Солнце подогревает свою атмосферу, до общей температуры. И вот от этого зависит и активность Солнца. Вот когда говорят Солнце малоактивное и высокоактивное, это имеют в виду, как часто на Солнце происходят выбросы энергии, как часто встречаются на Солнце пятна. Вот, когда Солнце активно, то вот расставит число пятен, увеличивается частота вспышек на Солнце. И для нас очень важно, что усиливается жесткое излучение и потоки быстрых частиц, которые приходят к нам от Солнца. Вот эта активность, она не остается постоянной, она все время меняется. В среднем с периодом в 11 лет. Вот сейчас Солнце имеет низкую активность. максимум был пару лет назад, сейчас активность довольно низкая, она еще будет понижаться, потом опять начнет расти. Но самое яркое проявление активности Солнца это солнечные вспышки. И вот сейчас я покажу вам, увидите фотографию солнечной вспышки, как она происходит, короткое событие, между пятнами и правами, вот, пришла солнечная вспышка. Это подлинные съемки. То есть во время солнечных вспышек выделяется энергия, которая соответствует миллиону атомных бомб. Невероятная энергия. Выбрасывается вещество в межпланетное пространство, происходит ускорение очень быстрых заряженных частиц, которые тоже уходят от Солнца. То есть Солнце как бы просыпается, оно активно очень воздействует на все окружение, на всю Солнечную систему. Достается и Земле, конечно. Вот этот солнечный ветер, который может резко усилиться во время активных процессов на Солнце, он выброс может достичь Земли. Земля защищена магнитным полем, через которого солнечный ветер не проходит. К счастью, иначе бы он убил все живое. Но он вызывает свечение атмосферы вблизи полюсов, и это свечение называется полярными сияниями. Это очень красивое свечение, немножко страшновато, если смотреть это не знаешь, что на самом деле там бояться нечего, но знакомо оно прежде всего тем, кто живет на крайнем севере. Хотя изредка, изредка, ну не очень сильное, но слабое полярное свечение бывает видно даже в Москве. Ну вот как выглядит полярное сияние сорбизма, например, космического корабля. Как такие щеточки на большой высоте возникающие над землей. Вот. Это результат того, что частицы солнца, то есть вот атомы, которые прошли весь путь от солнца к нам, то есть фактически солнечное вещество бомбардирует атмосферу земли, прорываясь в районе полюсов, а в районе экватора магнитное поле прорываться не дает. Это явление красивое, но вообще говоря, активность солнца, это вещь не всегда безобидная. На земле очень часто она приводит к нарушению, например, связи. Это связано с мощными полярными сияниями, но главное это связано с изменениями в твойств того слоя атмосферы, сквозь которого проходит радиумол. Бывает и несчастье покрупнее, потому что изменения магнитного поля рождают сильные индукционные токи на земле. Они рождаются самопроизвольно от изменения поля. Без всяких батареек начинает течь ток по длинным проводам, по проводам электросети, по трубам газопроводов, например. Вот, например, в 89-м году целая значительная часть штата Кребек в Канаде на 9 часов была отключена от электроэнергии из-за магнитной бури, которая связана с солнечной активностью, перегорел тронформатор атомной электростанции. Так что поле на Солнце откликается, как вы видите, и на том, что происходит на Земле. Самая большая мощная вспышка на Солнце наблюдалась в середине 19-го века. Астроном, который наблюдал этот Керрингтон, по его имени называют вспышкой Керрингтона, но в то время не было спутников, не было космических аппаратов. Если бы такая вспышка на Солнце произошла в наши дни, то существенная доля аппаратуры в космосе просто тут же вышла выше. Потому что вспышка привела к таким мощным индукционным токам на Земле, что тогда что было на Земле из электричества самое сложное? Были телеграфы, телеграфы, а Азбука Морзе передавали телеграммы на большие расстояния по проводам. Телеграфы включали даже при выключенных батареях. То есть они включались и искрили, хотя они не были подключены никаким источником энергии ваше село. Такие мощные источники бывают редко, но в общем-то время от времени приходится и у нас страдать из-за повышенной как раз повышенных индукционных токов. Вот активность Солнца меняется, как я уже говорил, остается постоянным. сейчас она не доходит до 16-го года. Вот это только зелененькая линия надо продолжить. Сейчас она идет вниз. Но вот сейчас все-таки за Солнцем следят и вот центры прогнозирования космической погоды в нашей стране находится недалеко от Москвы в городе Троицке. Это уже область такой новой Москвы на юге. И тут земного гонитизма странения радиовол, из Миран сокращен. И вот это как раз наш центр сбора информации про то, что происходит на Солнце. Теперь вопрос другой. Как Солнце устроено и почему оно до сих пор следит и никак не может не хранить свечи. если бы Солнце стояло из угля или из каких-либо других элементов, которые горят, оно давным-давно горело, сотни тысяч лет и все. А Солнце грело землю еще миллиарды лет назад. Об этом геологи хорошо знают. И следы примитивной жизни, которые находят в пластах земной коры, они, так сказать, имеют возраст до нескольких миллиардов лет. Поэтому Солнце светило и миллиарды лет тому назад. Какой источник энергии? Вот здесь показано, как бы Солнце разрезанное, как будто бы арбуз вырезанный, чтобы можно было посмотреть, как оно устроено. вот вот атмосфера и внешние слои, где идут конвективные потоки, приносящие тепло к поверхности Солнца, сравнительно узкий слой, дальше идет просто плотная плазма, а внутри Солнца это термоядерное ядро. Это очень горячая область, где температура уже меряется миллионами градусов, и вот при такой температуре происходит превращение водорода в гелий. Медленное превращение, очень медленное, иначе Солнце взорвалось в бомбу, вот как сейчас сразу превратилось. Но вот это медленное превращение водорода в гелий дает запас энергии, который позволяет Солнцу не запухнуть многие миллиарды лет. Вот что происходит в центре Солнца. Температура 14 миллионов градусов, Солнечная плазма, а плазма это просто газ горячий, он сжат до плотности более 100 грамм на кубич сантиметр, просто газ, который в 10 раз плотнее свинца, и все равно это газ, это свойство газа, а не твердого тела, более того, это идеальный газ, которому применимы все газовые законы, в равнине к лаперовым и влеям, вот, все это годится и даже для центра Солнца, даже при такой плотности. Очень интересно. Вот эта термоэлиарная плазма, это как раз источник энергиоза, не только для Солнца, но и других звезд, но вот это необычное состояние вещества, в котором идут процессы утяжеления ядер атомов, превращение водорода в более тяжелый газ, гелий, а у других звезд и гелий тоже горит, превращаясь в другие элементы, в кислород, в углерод, и даже более тяжелые элементы. Вот. В итоге получается выделение энергии, из-за всего, энергии Солнца светит с мощностью излучения 4 на 10 в 26 степени ватт. Это мощность излучения всего нашего Солнца. Ну вот теперь давайте посмотрим химны. Что здесь происходит? Вот здесь разными кружочками показаны атомы водорода и гелия. Значит, здесь водород это красные кружочки, вот и синие кружочки это нейтроны, а атом водорода это просто протон. Вот они соединяются в такую цепочку, проходя через такую цепочку событий, рождают ядро атома гелия, которое состоит из двух протонов и из двух нейтронов всего четыре частички. Вот это и есть такая цепочка термоядерных реакций. Ну вот теперь процессы похожие идут в термоядерные бомбы, которые имеются на вооружение некоторых стран, но только Солнце как бомбы не взрывается. Почему оно не взрывается? Вроде температура позволяет. Солнце могло бы если бы оно взорвалось, но был бы колоссальный взрыв и от земли может быть атмосфера улетучилась от жары и солнце и земля бы оплавилась просто, но на самом деле этого никогда не произойдет. Солнце никогда не взорвется. У него нет для этого условий. Взрываются только более массивные звезды, существенно более массивные. А Солнце не взрывается по одной простой причине, потому что разлететься вещество не дает вес выше лежащих слоев, которые сжимают вот это термоядерное ядро. Значит, все дело в большой массе солнечного вещества, которое давит своим весом на термоядерное ядро. Вот в этом именно это сдерживает Солнце от колоссального взрыва. Ну вот, чтобы понять, что происходит на Солнце и убедиться, что мы правильно понимаем, было решено поискать те частицы, которые должны обязательно возникать при превращении водорода в гене. Эти частицы называются нейтрины. Они открыты были сравнительно поздно. Эти нейтрины настолько слабо взаимодействуют с обычным веществом, что они просто выходят из солнечного и Солнца спокойно проходят как сквозь чистые стеклышки. Они пройдут и сто таких Солнц. Они почти не взаимодействуют с обычными атомами. Вот это очень важно, потому что на самом деле вот этот поток, идущий от Солнца нейтрина, он распространяется во все стороны и проходит все время даже через нас. Более того, можно посчитать, что через каждый квадратный сантиметр поверхности, а это каждый квадратный сантиметр, ну это, скажем, площадь ногтя большого пальца, в секунду проходит 60 миллиардов нейтрина насквозь. Секунду. И может быть за всю жизнь человека какое-нибудь одно нейтрино зацепится. Это очень маловероятно, что такое взаимодействие. Но если сделать мишень для поимки нейтрино, которая бы содержала многие сотни тонн вещества, то можно было бы ловить нейтрино каждый день, раз в несколько дней. вот такие нейтриные телескопы для поимки нейтрино и строить. Вот это очень важно, потому что пока они увидели, что действительно отсутствуют нейтрино, все это было просто предположение. Но мы же не можем непосредственно в телескопах видеть, что происходит в недрах Солнца. Я же не говорю про другие звезды. Вот первые эксперименты показали, что нейтрино есть, хотя одна треть всего от того, что было теоретически рассчитано, но потом объяснили и недостаток нейтрино. Сейчас все сходится. Общее количество нейтрино какое-какое надо, какое-то должно быть теоретически. Но я вам покажу внутренности самого большого нейтритного телескопа в Японии, Камьяканта называется. Здесь очень чистая вода, суперчистая, не содержащая никаких примесей. А вот видите, похоже на лампочку, это фотоумножители приборов, которые могут регистрировать отдельные квантосферы. Все это на большой глубине, под землей. И вот сейчас инженеры едут на лодочке, проверяют состояние данного ряда фотоумножителей, потом они потом поднимут уровень воды, они переедут к следующему ряду, к следующему, к следующему, и так до самого верха. Потому что в рабочем состоянии весит гигантский объем размером с большой дом, заполняется жидкостью, а фотоны, которые изредка рождаются, когда нейтринов взаимодействуют с обычным веществом, ловятся каким-либо фотоумножителем, в зависимости от того, куда они, в какую сторону они пойдут. вот таким образом впервые вот такие вот фотоны, рожденные нейтрино, показали нам, что действительно Солнце является источником нейтрино, вот, и мы правильно понимаем те процессы, которые у нас в Солнце происходит. Долго ли оно будет Солнце излучать? Конечно, рано или поздно в термоядерном ядре Солнца водорода станет мало, и все, казалось бы, должно прекратиться эта реакция. Но Солнце начнет просто использовать энергию за тех слоев, которые прилегают к ядру, то есть подальше от центра. Поэтому выделение энергии будет продолжаться, но Солнце будет перестраивать свою структуру, оно будет раздуваться, становиться со временем все больше и больше, и при этом будет становиться холоднее, но общее количество энергии будет все равно возрастать из-за увеличения размера. Поэтому это произойдет не скоро, это произойдет через 5-6 миллиардов лет, но мы знаем это точно. Если к этому времени на Земле останутся какие-нибудь наблюдатели, то для них солнечный диск займет где-то четверть всего неба, вообще гигантский солнечный диск, ну и конечно тогда тепла будет настолько много приходить на Солнце, что от Солнца выкипят все моря и океаны. Конечно тогда уже ничего живого на Земле не останется, но будет это еще не скоро, потому что миллиард лет это очень и очень к большому слою. Вот вы знаете что вот скажем ну если вот считать до миллиарда каждую секунду ну например сколько миллиардов секунд вы прожили никогда не задумывались? Ну больше десяти или меньше? да? Меньше одного а? Меньше одного правила миллиард секунд это где-то 30 лет с небольшим вот поэтому еще очень очень далеко до такого печального конца но тот путь который Солнце пройдет еще не скоро другие звезды уже проходят вот они очень большие Солнце будет таким же большим над неподвижной землей над раскаленной землей но вот например такие звезды называются красные гиганты вот например один красный гигант очень хорошо виден невооруженным глазом над слегка красноватая звездочка вот его размер по сравнению с Солнцем теперь обратите внимание что все-таки Солнце оно само в 109 раз больше Земли так что Земля здесь вообще совершенно потерялось бы в масштабах этой гигантской звезды но вот такие звезды красные гиганты они в большом количестве в нашей галактике существуют вот со временем они тоже будут потихонечку по термоядерному топливу в них будет становиться все меньше и меньше вот они будут все слабее слабее удерживать своей гравитацией в разрешенную атмосферу и потом все это кончится тем что внешние слои звезды просто разлетятся и останется то что внутри то есть само ядрочко звезды вот такие разлетающиеся такие разлетающиеся туманности они очень хорошо известны внутри вот это ядрочко сожмется до очень большой плотности и такие звезды тоже известны они называются белыми кармиками это звезды которые фактически представляют собой сжавшееся ядро звезды которая уже потеряла свою оболочку эти белые кармики звезды неудивительные долгое время физики не могли поверить действительно что такие в природе такие тела могут существовать ну представьте себе звезда с массой как солнце и сжата до размеров земли ну я уже говорил что земля примерно в сто раз по размеру меньше солнца значит по объему это будет сто в кубе это десять в шестой раз значит если сейчас средняя плотность солнца близка к плотности воды это 1 грамма на кубический сантиметр то уже будет миллион грамм на кубический сантиметр а миллион грамм это тонна значит нормальный белый карлик имеет такое такое вещество сжатое до такой степени что кубик размером в сантиметр будет весить тонну есть белые карлики еще плотнее вот в принципе есть такой хороший пример что наиболее плотные белые карлики имеет такую плотность что стакан заполненный газом белого карлика весил вот столько же сколько несколько загруженных железнодорожных платформ это необычное состояние вещества с которым встретились астрономы и физики это вещество невозможно получить на земле но в других звездах оно существует и оно исследуется и физика этого вещества и физические свойства хорошо известны хорошо объяснены это одна из таких уже хорошо разработанных областей физики и астрономии физика белых карликов вот этот газ с такими необычными свойствами называется вырожденный газ у него действительно свойства очень необычные ну например то что давление такого газа вообще не зависит от температуры хоть его нагревает хоть охлаждает до абсолютного нуля давление будет то же самое вот и это играет очень важную роль это позволило объяснить как эволюционируют звезды и вот когда звезда сбрасывает свою оболочку то белый карлик остается вот сжимающимся ядро до состояния белого карлика она еще не совсем сжалась но на этом пути вот получаются вот такие вот пужери вот эта туманность называется пужир это фотография но не во всех случаях такая красивая картинка бывает потому что много звезд двойных и сброс вещества бывает растянут по времени и поэтому очень разные фигуры могут быть образованы газ ну например вот еще такое тоже туманность улитка вот такие туманности они у вас унитарная туманность к планетам никакого отношения не имеют в центре как раз находится звезда которая их породила и она заставляет светиться газ потому что облучает этот газ жестким ультрафиолетовым излучением газ как говорят флюоресцирует под действием ультрафиолетового излучения центральной звезды вот совсем красивая туманность она называется красный паук это тоже фотография сложная здесь трудно разобраться здесь поведет двойная звездная система которая изменила характер выброса газа выбросовый газ за него такие формы